Добрый день, товарищи, любители Евротрак Симулятора 2 Сегодня мы продолжаем наш обзор модов Сегодня я бы хотел вам показать новый мод, который я установил А именно сегодня мы попробуем перевезти яхту Допустим, из Дортмунда в Добер Так, 9600 Ага, мы сейчас везем чего-то Но так как учитывая это мой профайл Только тестовый профайл, поэтому ничего страшного Можно и отказаться, также это Здесь установлен также и винтер мод То есть мод зимы, сейчас зима Также было интересно, в принципе, посмотреть Как будет выглядеть Так, что у нас? У нас машинка наша Ивека Ивека Стралис Совершенно новая 4.2 ось 360 лошадей, что, в принципе, не так и много Опять же, как помните, яхта весит всего 14 тонн Поэтому все должно у нас получиться Такую вот яхточку повезем Повезем ее довольно хорошо проехать Так, повезем ее С Дортмунда в Довер То есть прокатимся на пароме Довольно хорошо сдеталировано, смотри Как и прицеп Стэнли Транспорт Так и вообще сама яхта То есть довольно красиво Ну что ж, поехали Заодно посмотрим, как будет Как вообще работает винтер мод Так, что у нас тут Так, ну что, скользко? Могу сказать, что я только выехал и уже А, нормально, мы скользим Да Тетенька что-то оделась не по погоде Зима на дворе Все заснежено Она в коротенькой юбочке Так, ну хотя, опять же, обычно Больше всего, большая проблема Так как раз-таки, когда заморозки Я не знаю, я не ездил никогда В сильный мороз Потому что, в принципе, не жил в таких странах Где был сильный мороз Максимум Чего я ощущал Это, может, минус 15-20 Но это было редко Ну, обычно, сам гололед И сама такая каша Которая не дает нормально Управлять машиной Она, в принципе, обычно Наступает именно Ноль, минус 5 То есть, такое Как видите, я тут осторожно еду Опять же Даже 40 тонн Но грузовичок слабенький Поэтому, мне кажется, да Пробуксовываем Тут нехило С таким модом Снежным Так, что у нас тут Пятьдесятка мочей Идем Ну да, грузовичок Самый слабенький Мне кажется Из-за века Не уверен Я, правда Но, опять же Здесь у меня в этом тестовом Провайле всего пятый уровень Поэтому 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 Лучшего, в принципе То и не дают Приходится ехать на что есть Почему я выбрал тестовый профайл Потому что я серьезно Очень долго Я пытался и ждал Когда выпадет эта яхта Да, когда установите Если будете устанавливать Этот мод яхты То Могу сказать То ли потому что У меня другие моды установлены Здесь, в принципе Только винтомод Установлен То ли Не знаю почему Но реально я Ну минут Пятнадцать Реально Смотрел Пытался ездить по городам Смотрел какие Работы На чужих грузовиках На компанию Так и на своем грузовике В своем нормальном профиле Ну вот реально не выпадает Эта яхта То есть редко Здесь как бы У меня еще мало чего Раскрыто в тестовом профайле Здесь она как бы выпадает Поэтому Не знаю в чем проблема Опять же Не слышала что были бы какие-то косяки С ней Ну и Думаю очевидный вопрос Будет почему яхта Почему Там Ничего нибудь другое После Баобаба Видео с Баобабом Вы можете Если вы не видели Можете сейчас кликнуть и посмотреть Было очень и очень Так А здесь у меня Кнопочки то и не настроены На Поворотнике Давайте быстренько настроим Так вот После мода с Баобабом Пробовал я Разные Так Это не то Разные моды Но опять же Ну что-то не то Так Тернлэфт Это у нас будет Слева Вправо Да Я использую уши Это поворотник Так Нормально Вот еще в ВВЕК Мне Что не нравится Это Ихние поворотники Кстати Смотрите Как Какой интересный мод То есть Срегулировать руль Тут в принципе Невозможно Прямо А Ну вот сейчас Прямо То есть Он учитывает колею Что Очень-очень хорошо Разметка тут Не видна Ну Едем вроде Более-менее По центру Так вот Очень других модов Да Скучно Я пробовал Вот это Сейчас по сети Гуляет мод С Поездом С локомотивом 80 тонн Потом Милитарь Карго Мод Там Значит Танки Возит Ну Ребят Скучно Почему Потому что Ну да Он тяжелый Этот локомотив Ну Опять же Размер Вот такой же Он Ничем Не больше Ничем Не Длиннее Поэтому Ну Тупо Тащишь 80 тонн Ну Это вроде Как и яблоки То же самое Только яблоки Считай Весь Твой Сатон А танки Тоже Ну Как бы Они Чуть Шире Но Опять же Они не настолько Шире Чтобы Это давало Какого-нибудь Драйва Ну Реально Ребят Что-то Так Так Скорость Наша Не более 40 километров Что ж Тут Так Медленно Ползешь Родимый Да И в общем Вся Это Все Эти Моды Серьезно Даже Не было Желания Выкладывать Никаких Видео Потому что Ну Скучно Неинтересно Типа Это Если бы Я записал Парочку Но Если бы Я Реально Пересмотрел И подумал Ну Так Спасибо Пропускаешь Да Интересно Как он Попер бы Тут Потяжелее Груз Этот Блин Ну Черт Ты не Едешь Они Должны Пропускать Тут Не Работает Помеха Справа Давай Ну Поехал Вот Здесь Трафик Иногда Реально Тупит Вот Так Что-то Вроде Нарисована Даже Черта То Что Они Должны Пропускать Первое Помеха Справа Здесь Не Работает Потому что Мы На Главной Дороге Они Реально Тупят Причем Тупят Именно Ладно Там Одного Пропустил Так Нет Он Пропускает Всю Колонну И Мало Того Что Когда Он Пропускает Всю Колонну Когда Колонна Прошла Он Еще Стоит Тупит Там Если Где Нибудь На А Тут Реально Такое Ищение Что Все Женщины За Рулем Водят Хотя С другой Стороны Есть Женщины И Хорошие Водители Я Знаю Парочку Но Так Большинстве Своем В Принципе Там Как На Дороге Не Договоришься Там Язык Жестов И Знаков Не Работает Женщина Так Это Че Помаленьку Идем Там Кстати Идем Максимум 29 Миль В Час Что Дает Нам В сумме Около 50 Километров И Больше Он Че То Не Не Разгоняет Это Может Ограничитель Как Он Стоит То ли Его Не Тянет Посмотрим По Движению Вроде Ограничитель На 50 А Может Сам Мод Ограничивает Скорость Вполне Реально Мод Ограничивает Скорость До 50 Но Если Так Если Этот Винтер Мод Так Ограничивает То Ничего Интересного Потому Что Тут Сама Та Фишка Иногда Бывает Именно Управляемость Ну а На 50 МЧ Управляемость Там Чего Управляемость Ничего Делать Управлять На 40 Ну Посмотрим Может На трассе Он Разгонится Так Я Вообще Ограничений Как Б Не Люблю Не Помню Говорил Или Нет Насчет Этих Других Ограничителей Ну Че Та Мы Тут Вообще Уже Под Застреваем Выглядит Красиво Да Выглядит Зиму Довольно Очень Вот Можно Уже И Видами Полюбоваться С такой Скоростью Так Кто там Пошел Мне На Обход Ребята Я не думаю Что Здесь Можно Так Обгонять Опять же Так Че У нас По карте Как Далеко Мы Находимся Прилично Так Ну че Едем Что То Я Подзаболел Да Скорее Всего Ограничивает Мод До 50 Что Не Очень Хорошо Но Так Как Видите Мод Зимы Довольно Красиво Качественно Сделан Как И Мод Яхта В принципе Прицеп Ну Вот Ограничение Мне Хотя Так 30 Миль В час Почему Я говорю Я сразу И заметил Что Чего Тот 30 И все И Больше Он Не Идет Хотя Может Точно Грузовик Там Метод Он Реально С места Еле Двигает Такую Яхту Интересно Все Таки Может Интересно Может Попробовать Надо Будет Сюда Поставить Мод Локомотив И Попробовать На таком Грузовичке Локомотив Потянуть Какой-то Драйв Хоть Получится Если он Вообще Вытянет Его Мне кажется Любая Тут Маломальская Горочка И все И На этом Закончится Его Мучение Этого Грузовичка Ох Ты Бедненький Ну Давай Давай Вот Так Пошла Горочка Ну Может С горочкой Красиво Скатимся 6 часов Да Ну Руль Здесь В принципе Сильно Не отпустишь Постоянно Надо Рулить Потому Что Да Он По Колее Так А что у нас Как Тут у нас Статистика 23 часа Следующий Раз Через 7 часов Опять же Мы то Едем Через Ла-Манш Поэтому На пароме Выспимся Должны Выспаться У меня Раз Получилось Что Нифига Мы там Не выспались Так Как вернуться В карте 5 Да Потому Что Так У меня Карта Обычно На руле Кнопка Здесь Тестовый Профайл То Ничего Кстати Это называется не надо отвлекаться, а что у нас трясёт и так? Ха, а нас доскотета. Ну и долго нас трясти то будет. Да трясло, интересно, да, прикольно, его затрясло. Так, груз, правда, чуть повредит, пока я засматривался. А, нет, грузовик 1%, ну 1% это не страшно, хотя с другой стороны, а чё тут повредишь, когда скорости тут у нас 50 кмч максимум? Ну, опять же, да, прикольно, нет, интересно, мне кажется, это тоже мод зимы его. Начал качать в кабину грузовика, вроде в стандартной версии я ни разу не видел, что качают. Интересно. Жалко, правда, проверять такие штуки можно только с авариями. Так, это мы ещё... Ё-моё... Мы ещё в Германии, да... Что ещё интересно насчёт этого мода яхты... Вроде как она по высоте такая неплохая. Ага, граница Германии и Нидерландах. Так вот... Да, по высоте она, поэтому интересно будет, если встретятся какие-нибудь мосты, как... Будет возможность пройти, либо нет, либо придётся искать другой путь. То есть интересно, да... Как это будет выглядеть. Это лэп, наверное. Лепестречистый. А, видите, у меня в этом профайле даже дороги сильно не... Отмечено, опять же... Да, устанавливаешь какой-нибудь новый прицеп. Очень легко, в принципе, найти. Потому что... Тебя не надо перелопачивать все города. В том смысле, ну... Понятно, там делаешь сортировку, но там дофига там форклифтов. То есть у меня форклифтов на основном профайле страницы четыре. Одних только форклифтов. Это когда я яхту искал на основном профайле. А здесь зашёл всего там... А, я не знаю, сколько у меня городов тут открыто. Там, может, три-четыре города открыты. Там сильно искать нечего. Оп! Сразу есть. Опять же... Опять же, я сейчас думаю, может, я и не нашёл её, потому что я заметил форклифты с этим модом весят 13 тонн, а в моём основном профайле 14 тонн. Зимой, видно, легче. Грузы, я думаю, это сделано больше для заносов. Не знаю, в принципе, точно. Ну, да. Опять же, сейчас эти моды поустановлены, и... Интересно-то, вообще, посмотрите, как они-то в оригинале-то должно быть. Так, мы, кстати, выжили 55 км в час, и набираем ещё больше скорость. Ну, значит, да, значит, это грузовичок, а не мод. Потому что, как-то, как я и говорил, было бы, ну, слегка тупо, да, сделать ограничения. Да. Смотрите, как его красиво заносит этот грузовик. Да. Зима. Блин, вот не хочу я спускать скорость. Опять же, страшно. Да. Не, ну, здесь уже придётся скорость спускать. Не, нормально, идём, 75. Да, вот жалко, да, бывает? То есть, ты набираешь скорость нормально. Чё, врезался? Каким образом? Не, как можно врезаться? Набираешь скорость, и там какой-нибудь поворот. Какая-нибудь ещё штука. Ну, сейчас можем и не разогнаться до такой скорости. Опять же, страшно, страшно. То есть, руль реагирует на малейшее движение. Машину, в принципе, несёт страшно, да, зимой. Даже под 70 на таком грузовичке. Здесь, вроде, такой холмик. Мог бы он-то чё-то и подразогнаться-то. Так. Ну, давай, иди, иди ради. Да, поэтому в этом видео получилось, в принципе, обзор сразу и винтер-мода, и мода яхты. Оба мода, как видите, довольно интересные, довольно качественно сделаны. То есть, ещё раз покажу я яхту. Вот оно ночью. Довольно качественно. Красиво. Опа. Красиво выглядит, да, и высота. То есть, в игре обращайте внимание, пытайтесь смотреть, а не успел обогнать, чтобы, да, не было бы мостов. Опять же, я не знаю, может, она и проходит через мосты. Было бы, в принципе, интересно, если бы она не проходила бы. Потому что, да, когда ты уже на таком уровне, там, больше 20-го, то просто яблоки возить реально надоедает. И поэтому уже хочется каких-нибудь таких нестандартных, там, разнообразных решений. Вот это, может быть, куда, в Бельгию уехали. Поэтому, да. Ну, так очень, конечно... Очень, конечно, обидно то, что, в принципе, Симулятор с симулятором, да. Ну, могли бы добавить, в принципе, хотя бы с прошлых игр. Вот, допустим, я до последнего не слезал за German Truck симулятора. И вот там мне нравились эти миссии, где... Не миссии, а, как бы, грузы, где тебе компания шлют письмо, в котором говорят, что, вот, если ты там приедешь такого-то числа туда-то, то будет такой-то груз. Оттуда-то туда, скажем, платят там вдвойне. То есть, какой-то драйв получался. А здесь, как бы, ну, ездишь, ездишь, ездишь. Я говорю, если поначалу оно интересно, то 20-м уровнем, ну, уже приедается, и вот уже моды только и спасают. Опять же, эти срачи на форумах проходят довольно часто. Одни орут, они все нормально, другие нет. Ну, ребята, посмотрите правде в глаза, ну... Есть над чем работать, и, в принципе, разработчики молодцы, то, что, да, проект не забрасывают и работают, очень хорошо работают. Поэтому, я думаю, следующие версии должны быть красивее. Единственная вот проблема с модами, как это все будет работать с модами. В том смысле, то, что те же расширения карт, я, правда, пока не ставил расширения карт, и другие, как бы, вещи. Так, где же мы едем-то? Сейчас, ух ты... Ну... Полпути проехали. Вообще, расстояние, да, расстояние-то небольшое, но когда, да, когда скорость не превышает 50 км в час, то оно, да, оно превращается, ну, не в вечность, конечно, но... Да, поэтому я, в принципе, эко-драйвинг и расстояние прокачиваю, в принципе, в последнюю очередь. Постояние я прокачиваю, ну, при повышении уровня, может, до двух поначалу, и все, и дальше забрасываю, дальше окончаю другие скины. Почему? Потому что, да, 50 км в час иногда реально надоедает пилить, пилить, пилить по той же дороге, и... Как бы... Нет уже такого драйва. Опять же... Так, что еще? По моду, ну, смотрите, 10 часов мы еще дальнюю не включаем. Кстати, сколько смотрел летсплеев видео, ребята, многие ездят ночью с дальним светом, при этом считая, что это нормально. Ребята, это ненормально. Ехать с дальним светом на реальной дороге вы никогда не едете. Даже если вы грузовик, потому что вы слепите, очень при том круто слепите всех остальных. Как впереди, как едущих навстречу вам, так и... Так, здесь главная дорога у них... Никому нету. Как едущим навстречу вам... Вот, кстати, такой же переезд, только вот здесь знак, тут ясно. Так, наша второстепенная дорога. Здесь ребята могут тупить, в принципе. Там тупить не имеют права, но тупят. Так вот, дальний свет, во-первых, вы слепите конкретно те, которые едут напротив вас, с другой стороны. И вы так же слепите, если едете, если кому-то вы пристроились сзади. И у вас дальний, вы слепите его так же. А слепите бы его по зеркалам. Это для тем, кто, в принципе, не водил автомобиль ночью. Поэтому разницы нет. Вы дальний свет включаете... В реале вы включаете только, когда нету никого. То есть пустая дорога, машин нет, хоп, ты включил дальний. Если машина есть, то тебе уже дальний не надо, потому что, во-первых, ты будешь светить, во-вторых, у тебя уже есть ориентир. Как правило, кто едет первый в колонии, то он включает дальний, чтобы никого не слепить. Поэтому... Понятно, это игра, даже это и симулятор, но все равно это игра. Да, но тем не менее, да. Когда смотришь и, вроде говоришь, парковка идет из окна, по зеркалам, парень соблюдает все остальные такие реальности. Скоростной режим, 90 кмч, ограничения стандартные, и при этом едет с дальним светом. Ну, ребят, ну и так, если ты хочешь все уже мелочи делать, то давай уж тогда и со светом-то не балуйся. Либо тогда уж свету пригласить надо. Ну, мы вроде же с горочкой едем, чего что-то тут тормозишь. Ну, еще чуть есть поехать. Ну, скоро должны быть. Скоро должны быть. Я очень надеюсь, я использую сейчас бэндиком программу для записи. И она так же, как и... Намного лучше этих, как его... До этого я использовал фрапс, да. Намного лучше фрапсов. Но, тем не менее, тоже нет никакого индикатора, что идет запись, не идет запись. Вот это меня реально напрягает. Тут можно либо фрапсы в какой-нибудь угол вытаскивать, что выглядит не очень красиво. Либо... либо ничего. То есть, ну, ребят, могли бы-то сделать... Опять же, на рынке всего, да, всего оказывается не так и много таких программ, которые я записываю в игровое видео. Но, тем не менее, я доволен, да. Доволен... Этой программой... В сравнении с фрапсами лучше. Так... Пролетаем мы красиво. Воу! Обычно притормаживают на таких этих, но... Машина казенная, с одной стороны, с другой стороны... Вы видели сами, как она разгоняется. Поэтому, вот, реально не хочется терять скорость. Потому что, реально, едем так, то что... Не видели, нет, нас три черепахи, вроде, обогнали. Причем обгоняли дико ржа. Ну, такова работа. Такой груз. Опять же, груз, в принципе... Да, груз всего 14 тонн весит. То есть, я не знаю, как он вообще. Надо быть, может... Не на видео... Ну, попробовать, да. С ним... На такой машинке... Локомотив-то... Погнать. 80 тонн. Это пока максимальное видео, в принципе. Тяжеловес здесь. Поэтому... Ти-то-ки-то. Ты-то-ки-то. Так... как вы видите дальнего тут даже не надо зима снег утражение плюс полная луна хотя принципе тут не видел не полная луны но это уже можно как бы не придираться к луне еще сделали сделали сейчас же делают они этот american track simulator интересно будет глянуть что такое но что-то мне подсказывает что это будет примерно то же самое как было с первой части евро трак симулятора потом был джерман трак симулятор и был юкей так симулятор отличие если помните там были буквально раз-два и общался то есть scs софтвер тупо как бы слепили баблы на этом так мне кажется на скоро начнут штрафовать уже за нарушение сына опять же остановиться во первых негде во вторых на пароме вроде как вы если тут осталось то вроде то всего-то ничего ну да ну хотя так три часа чё 45 минут за три часа она помню там нормально да он может мне нормально набить там по 100 вроде фунтов это нехило я не вырулил еще главное заговорился идем красиво так идем развернула ты вот что значит вот что значит сразу заговорился первое второе зима то есть вроде ну потом надо будет посмотреть на видео но вроде я как красиво поворачиваю красиво поворачивал ну и чё то да под конец уже когда я смотрю то что я уже реально в него лечу уже да уже не помогло ему никакой поворот ну да видите не очень то есть если стандартной игре если я сделаю рулем так то его нормально понесет а здесь его сильно вообще как бы он мало реагирует ну да тупо очень тупо очень стыдно то что да мы расколошматили машину чё мы там кстати 15 процентов и 3 процента яхта повредилась ну ладно пока едем да скорее всего на той бензоколоночке которая будет интересно там можно будет то передохнуть на бензоколоночке посмотрим если нет то нет что-то когда я не подумал вообще то что ему нашему виртуальному водили отдыхать то надо ну потому что да дорога то тут ехать то нечего да видите вот нормально то есть у меня руль прямо меня несет заносит вид видимо там с той аварии так и получилось то что начало нести и так да на ровном месте вот там примерно так было я иду ну не не как то я там вообще тупил так все пошли пошли драть бабки за мои эти за сон ладно ладно да бензоколоночка вроде там да нельзя там на бензоколонке поспать поэтому придется уже до коле ну и я так понял стандартной версии на пароме отдыхаешь опять же если помните баб баб ну вроде хрен он там отдохнул хотя может это какая-нибудь другая была ну что-то у меня получилось в моем основном профайле то что ни хрена он что-то не отдохнул на пароме с другой стороны там едешь три часа плывешь на этом пароме два с половиной три часа не помню сейчас точно из коле в довер а там уже филикс то там уже вроде другие ну я говорю я не брал эти паром единственное только из коле в довер и коле данкер из довера данкер ну знаю я в курсе что так а ну можно передохнуть кстати да есть тут с другой стороны потом заводиться надо ну ладно будем пытаться ага вздох так так не шути так довольно быстро он в принципе ну оп ну ну чё передохнем так заборется да пол оборота так сказать так мы красиво выглядел да видите по сравнению с этим прицепом он нормально выпирает так ну чё поехали Франция Франция тоже я поначалу как было в Франции ну так интересно да красивые виды там едешь у них проблема с платными дорогами в том смысле то что они платные и стоят они реально дорого правда можно ехать бесплатными дорогами они не хуже там единственное то что у тебя расстояние сразу то есть если платной дорогой ехать допустим 3 часа то бесплатно ехать 5-6 часов опять же там проезжаешь такие разные деревеньки такой сценический путь поэтому если время есть то время есть и реально проехать надо всего то ничего то я рекомендую да не платными дорогами а ехать бесплатными дорогами потому что зимой может конечно там не так красиво но летом очень 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 красиво Францию это народ правда довольно националистский то что ребята буквально говорят по-французски и только по-французски по-английски с ними ну скажем так не все то есть процентов в 50 даже больше они сделают вид что они тебя не понимают ну это опять же в самой Франции если мы говорим о столице о Париже то там уже понятно на английском проще будет договориться как-то столица уже мультинациональный город уже да ну и Париж тоже я не знаю было первый раз в Париже мне Париж вообще в принципе не сильно понравился а я был на машине поэтому может потому что сдалась усталость то есть мы ехали из Кан Кан Ницца Сент-Ропей мы ехали наверх через Лион и мы приехали в Париж а я после я не знаю 9 часов за рулем чего-то просидел за баранкой не спал у меня Париж как-то так себе а второй раз уже поехали на Евростаре я засек кстати сейчас 270 КМЧ он максималку развил может кстати и больше каких-то участков но именно то что я засекал да, 270 км на смартфоне он мне показал Евростар так вот Евростар да из Лондона в Париж очень удобный сервис он едет из центра Лондона в центр Париж в Париже и Кингс Кросс и Панкрас в Лондоне тоже надо смотреть билеты потому что так у них цены космические ну попадаешь на акции нормально и занимает всего 2 часа в самом туннеле он едет тоже засек 20 минут Евростар паровоз в туннеле пассажирский поэтому в принципе здесь он говорит 30 минут в игре довольно да, реально он так и идет через туннель причем в туннеле связь работает французская связь я не знаю английская ли работает потому что я проверял когда мы ехали уже из Парижа в Лондон то буквально пока мы не выехали из туннеля работала у меня подключился роуминг к французскому Оранжу то есть из туннеля звонить можно понятно GPS не работает а так может даже и интернет мобильный опять же у меня связь английская поэтому не знаю роуминг я не пытался проверять так опа 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 стоп 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 мы что едем нет поехали не хватает видите не хватает ему мощности сейчас ему мощности думаю может не хватит на повороте что такое так ну прошли прошли все нормально выходим на трассу А16 А16 так скористковато опять же смотрите скорость у нас это уже 60 кмч уже хлев так видите как его то есть а рулем ничего не делает его несет только что отдохнули у него мне кажется опять же он уже подстает так а мы разве не в порт едем куда он меня хочет аааа он меня хочет на паровоз а не в порт типа говорит так быстрее ну пробуем давай паровоз как раз кстати говорил я насчет туннеля ну поехали так а что у меня дальняя так прошли через мост так ограничение 110 нам не грозит мы такие скорости не развиваем стольничать какой нибудь было бы неплохо здесь выжить но не тянет ну да правильно под самый конец он пытается выжать из себя чего-то так там поворачивать надо уже можешь не выжимать не нравится мне в века поворотники какие-то не тормознутые не замечаете нет то есть реально тын 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 то есть там пока заметит твой поворотник так наше главное поэтому ребята никого я не смотрю все должны были пропускать ну что они вот как пошел правда куда то смотрите как его поднимает как он напрягается нет вот в этом в плане интересный страшно мне тоже страшно о первый раз я вижу машинку соезжающую я имею ввиду в игре промазали сдавлю так фолкстон 240 фунтов надо сказать дешево для фуры так ну че поехали так а едем мы видно не туда или выйдем должны вроде выехать так никого нету так это у нас че это у нас англия уже поэтому тут вроде одностороннее движение но все равно да даже если одностороннее мы должны на этой стороне быть на первой полосе так так ах как глазки то слепит снежок на самом деле в Англии очень мало снега чтобы такое было бы это уже холодная зима англичане не привыкли к снегу именно в Англии ну там уже в районах в северных районах уже конечно может быть ну вот допустим если мы говорим о лондоне либо юго-западе Англии то есть до Бристоля то там в принципе снега если он выпадает он лежит я не знаю максимум день-два так так все полчаса игрового времени и мы довезем нашу яхточку что там у нас машинки да есть машинки вот это вроде на две полосы расходятся да все могут меня погнать а вообще честно говоря на таких скоростях мне кажется должны не выдавать сопровождение Потому что по нему такое ощущение, что мы реально тащим локомотив 80 тонн, а не легкую яхту 14 тонн. Да, как видите, грузовик грузовику рознь. И 300 лошадей дает о себе знать. Должение следует. Должение следует. Разметка 30. Ну и офигенно. То есть вот когда не надо, стоят эти камеры, это все. То есть это вот очень обидно. Когда ты ни хрена нормально разогнаться, где можно, не можешь. А там, где нельзя, его несет. Вот, он разгоняется просто. Это очень напрягает. Да, да, да. Закон подлости называется. Что вы здесь устроили? Пробку, что ли? Ай, светофор там. Ай, светофор там. Смотрите, нормально его обкачать. Смотрим. Ай, светофор там. Где-то кусок Vape-70. Позор. Ай, светофор там Неверо advocate-50. Да, видите, даже покрышки меняются у грузовиков в этом моде, в зимнем моде, а у трейлеров тоже, видите, покрышки тоже, текстурки меняются. Что это такое, а гараж купится? Ух, как его красиво чуть не унесло. Стой. Так, и кому эта яхта предназначается? Наверное, директору этого ЛКГВ или чё это там. Да, нехило, ему и я яхточку-то привезли. Откуда-то мы её прём из Дортмунда. Нормально. Почти за 10 тысяч фунтов вроде. Чуть покоцали, правда, на 3, вроде, да, процента сколько? Да, на 3 процента, ну так ничего страшного-то. Рабочие красочку могут взять, подхалтурить. Так. Ну, в принципе, кроме очень тупой аварии довезли без приключений. Заценили красивый зимний мод. Так. Так. Опа. Ну, ещё раз взглянем, какие мы красивые. Такая вот яхта. Такой мод довольно детальная. К сожалению, мосты, мостов мы не проезжали, но чё-то тут. Good work. Нормально дали. Опа. И даже подняли до уровень. Ну чё, в принципе, да, оба мода заслуживают внимания, как яхта, так и мод зимы. Поэтому пишите, оставляйте свои комментарии, ставьте лайки. И до новых встреч, до новых обзоров модов. Всем пока. С вами был я, Эдгар. Пока.